Секретарь Совета Безопасности Станислав Лакова подробно изложил депутатам свое видение проблемы паспортизации жителей Галского и Кварчайского районов грузинской национальности, имеющих в большинстве своем и гражданство Грузии. Мало того, что до окончания войны, подписания мирного соглашения, мы единственные в мире, которые были беженцами в Галский район, десятки тысяч, так мы еще умудрились облагодетельствовать граждан другого грузинского государства, предоставив им возможность приобрести тысячи наших паспортов. Видимо, опыт и пример других стран нас ничему не учат. Достаточно сказать, что на границе с Грузией у нас до сих пор нет федерационной службы, а ведь это государственная граница. Практически все жители Галского района в старых границах являются гражданами Грузии, с которой у нас не предусмотрено двойное гражданство. Многие жители Восточной Абхазии числятся в Грузии в списках беженцев, получают гуманитарную помощь, пользуются там бесплатным медицинским обслуживанием и так далее. Более того, Абхазия все еще находится в состоянии войны с Грузией, с которой нет соглашения о невозобновлении военных действий. По словам участников встречи, в старых границах Галского района 25 тысяч детей получили паспорта Республики Абхазия, а многие имеют и абхазские загранпаспорта, позволяющие свободно пересекать границу на реке Псоу. Депутаты поставили вопрос, почему документы выдаются в упрощенном порядке на местах, минуя комиссию по гражданству при президенте. Кроме того, есть подобные прецеденты и в Ачимчирском районе. В списке претендентов на получение абхазского паспорта попадают лица, не проживающие постоянно на территории Республики. Как собирались данные для того, чтобы подтвердить, что данная категория людей проживает на этой территории? Вот объяснительная, которая бралась на тот период представителями администрации президента, в числе которых у меня был помощник борцов, ныне депутат парламента. Я инспектор, старший лейтенант милиции, не буду называть фамилию, занимаюсь сбором объяснений у соседей, живущих в районе Грузии, для подтверждения их места жительства, для получения абхазских национальных паспортов. Так как в районе граждан грузинской национальности много, трудно выезжать по месту жительства. И поэтому, когда они приезжают на паспортизацию, приводят соседей и на месте бюро объяснения. Среди свидетелей в основном пожилые малограмотные люди, которые самостоятельно не могут расписаться в объяснении. Как отмечали на встрече депутаты, они отнюдь не выступают против всех жителей, проживающих в старых границах Галского района. Наше законодательство позволяет выдавать лицам грузинской национальности вид на жительство. На указанной территории проживает и Абхазы, которым надо помочь интегрироваться в наше общество. Если раньше грузинская власть угрожала, что если вы возьмете абхазские паспорта, то вы можете решить состанавливаемых благ. Главное, что сегодня идет громкая команда всем живущим на территории Абхазии гражданам Грузии во что бы то ни стало пройти паспорта. Результаты на лицо 25 тысяч паспортов. Но я больше чем уверен, 99% все они граждане Грузии. Депутаты высказались за формирование комиссии без участия в ней руководителей местных администраций, принимающих решения о выдаче абхазских паспортов лицам грузинской национальности. Список депутатов, делегированных в госкомиссию, также подвергся обсуждению. Я думаю, что до определения комиссии результаты проверки, наверное, все-таки надо было здесь написать, приостановить выдачу паспортов. Этого здесь нет. Я в полной против вообще такого понятия, как здесь написано. И какие полномочия даны этой комиссии, тоже нет. И еще, в Указе нету Ачинкширского района. Хотя мы когда запрашивали, когда вообще весь этот развод поднимался, мы на все три региона дали, на все три региона нам дали ответ. Где в совокупности, мы все эти цифры знаем, в сумме абхазцев проживает меньше на 2-3% чем грузинского насилия. Совершенствование законодательной базы в этой сфере сегодня приобретает особую актуальность, сказал спикер парламента Валерий Бганбер. Существующее наше законодательство о гражданстве сегодня не отвечает тем людям, которые мы хотим не будет делать. Я говорил о том, что до 2005 года действовал закон Республики Абхазия о гражданстве, при котором гражданином Республики Абхазии считался человек, у которого прадед или прадед, то есть прадед, один из них, был гражданином, родился здесь. С следующего года действует другой закон о гражданстве, где во втором пункте статьи 5 написано о том, что любой человек, постоянно проживавшись с 94-го по 99-й, является гражданином Абхазии. Да, по-моему, и там нигде, к сожалению, не написано одной такая формулировка, если он не гражданин другого государства. Поэтому я еще в основу предложил, давайте, ребята, что необходимо, посмотрим на нашу законодательную базу, чтобы это остановить. После трехчасовой дискуссии депутаты приняли решение пригласить президента Республики и попросить его дать политическую оценку перспектив Галского района.